Это нелегитимные люди, и я надеюсь, что мы постараемся привлечь вас за самым простым. Это самым простым. Вы не имеете права с людьми, которые не являются нашими дочками, вести диалог. Это нелегитимно. И как вы можете на себя брать это вообще? А вы ведете легитимно к банкротству специально, или нет? Вы ответьте перед всем дочкам, когда 200 человек осталось без квартир. Это легитимно? Вот ответьте перед всем. А две блок-секции сдать, а три блок-секции прослать за борт, это у вас легитимно. Являюсь сыном дольщика, работаю в интересах своей матери. Дольщика, фонд жилищного строительства, объект УТЕС. Проблема складывается в чем? Что у нас сложилась группа лиц, которые проводят всяческие интриги, вводят в заблуждение людей с целью усугубить ситуацию и затянуть ее в крепкий узел, чтобы не дать образовать ЖСК. Именно сейчас объясню почему. Потому что ЖСК, образовавшаяся до банкротства, наиболее выгодна для дольщиков, нежели ЖСК, образованная в процедуре банкротства. И вот эти люди, я не знаю, там преследуют цели, почему-то не образовать, не хотят они образовывать. Мы неоднократно пытались с ними найти общий язык. Было время, когда вместе контактировали, отставили общие интересы дольщиков. Но, к сожалению, буквально летом этого года у них мнение о всей ситуации применялось кардинально. И они не хотят сейчас образовывать ЖСК, затягивать в нас процедуру банкротства. Все различные диалоги устраиваются с ними нормально. Мы приходим, общаемся с ними, но всегда получаем ругань, скандалы, скворки. Вот в том числе и сейчас была ситуация в кабинете заместителя министра Шепеля В. Николаевича, где люди просто ни слова не дали сказать, с нападками, обвинениями накинулись. Просто там оскорбили и, не увидев дальнейшей перспективы диалога, просто ушли. Какой вы видите выход из данной ситуации? Выход из данной ситуации, к сожалению, только с ними договариваться. Других, к сожалению, выходов нет. Либо мы сейчас с ними договариваемся, находим общие точки для того, чтобы все-таки отставить интересы дольщиков, в том числе моей матери, с целью достроить дом. Либо это будет сейчас, либо в процедуре банкротства ЖСК образуется. Но там процедура более простая. Необходимо провести собрание, где 75% дольщиков примут решение об образовании ЖСК. Либо будет принято решение, опять же, 75% о необразовании ЖСК, и тогда продажа объекта через торги, через суд. Обещает то, что Министерство строительства ЖКХ в лице замминистра Шепеля В. Николаевича с людьми, которые не являются практически дольщиками нашей стройплощадки, за которых не голосовал никто. И получается, Министерство строительства ЖКХ Срадовской области в лице Шепеля В. Николаевича ведет диалог с людьми, которые ведут политику против нашей стройплощадки. Мы хотим достройки дома всех пяти блок-секций. Эти люди, которые являются по доверенности, они ведут интересы полностью, как, на мой взгляд, я могу ошибаться, интересы Министерства строительства и нашего застройщика обанкротства, чтобы мы создали ЖСК и ушли в ЖСК. Сами как хотим, потом разбираемся. Наша задача – работать с властями, работать плотно и решать, находить какие-то решения, чтобы достроить нашу стройплощадку, наш дом, а не то, чтобы идите в ЖСК и делать, что хотите. Те люди, которые не являются нашими дольщиками и выступают от лица инициативной группы с нашей стройплощадки, за них никто не голосовал. Люди на собрании им благим матом причали, чтобы они ушли с собрания. И нас возмущает, что Министерство строительства занимается таким самоупрастом. Поедем в Москву, будем пикетировать в Москве, чтобы Следственный комитет прокуратуры Российской Федерации по Москве, чтобы они пришли сюда, следователи, и чтобы разобрались, что за самоупрастом происходит. Это жутко вообще. А вот до прихода второй инициативной группы, назовем ее так, что удалось выяснить? Что удалось выяснить? Практически все это время общались по поводу того, что нам пытались навязать создание второй инициативной группы, что мы должны прислушаться к мнению этой второй инициативной группы. И нам озвучили предложение второй инициативной группы отделить два подъезда и строить их, а три подъезда пустить по Бородегу. На вторую очередь. Когда-нибудь. Учитывая то, что Буренин в свое время сказал, делить мы ничего не будем. Дом будет строить единым. Почему-то сейчас Шепелев посчитал возможным наплевать на слова Буренина и предложить другой вариант. Поедем в Москву с плакатами, чтобы сменили власть в Министерстве строительства. Потому что Министерство строительства занимается самым правством. Надо, чтобы какие-то следственные органы, наверное, с Москвы, чтобы приезжали сюда и разбирались. Потому что они не имеют права, мы принесли документы, что у нас и закону вы избрали. Эти товарищи, которые отступают от имени инициативной группы, они не являются. Даже дольщиками не являются. По закону, юридически, они не являются дольщиками. И Министерство строительства ведет с ними диалог. Это возмутительно. Понимание, да. Сегодня у нас произошла попытка найти взаимопонимание между различными группами дольщиков, либо их представителями. К сожалению, конструктивного диалога пока не выстраивается. Но по отдельности, когда с людьми общаешься, то они понимают, что в любом случае им к конструктиву идти придется. И как-то друг друга слышать. Это обычная человеческая эмоция, которая выплескивается на данный момент в Министерстве строительства. А что сейчас можно сказать по данному дому? Какая сейчас ситуация складывается и что продолжается строительство? В данный момент проведена со всеми потенциальными застройщиками работа по возможности достройки. В том числе с участием закона 131-го Саратовской области о земле. Но какого-либо большого интереса застройщики к данному объекту не изъявляют. Соответственно, ищем пути, чтобы их заинтересовать. Как вы думаете, как выстроить диалог между двумя враждующими сторонами? Сейчас нужно осмыслить, успокоиться и еще раз, еще раз. Рано или поздно люди поймут, что надо договариваться и как-то друг друга слышать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!